Всем привет! Меня зовут Майк, вы смотрите ежедневные влоги Кэм Уз Мэн. Я лежу в машине, да, друзья, сейчас без 12 минут 11 я отвез с утра Алиску на предзащиту, а-ля процентовку. Сам приехал докрашивать стены, коридор, ламинат ложить. Короче, полным ходом сейчас работа будет, еще минут 12 я полежу здесь, потому что я дико не выспался. Я полежу здесь, и мы... Пока. Подождите чуть-чуть, а вам ждать-то не придется, есть же великая штука, монтаж. Я немножко позанимался дома ремонтом, вот, приехал за Алиской, я ехал 2 часа в пробке, реально в 2, ну, час 40, может, час 50, короче, 2 часа я ехал в пробке, а ведь у нас сегодня выступление, я уже измотался, и, наверное, я буду отменять выступление, потому что я не смогу играть и петь. Херов с 2! А зачем машину стелить вон ту вот штукенцию? Это чтобы она была вот такая классная. Я не знаю. Это может парашютист сел на машину и парашют свою оставил. Это, наверное, просто от того, чтобы не обледеневало, не знаю. Я не знаю вообще, что ты меня спросила, какой вопрос, я такой не знаю. Я знаю только то, что у нас дикие пробки в Омске начались какие-то вот в эти рождественско-новогодние дела. 7 баллов, я не помню, чтобы у нас так все было красное. Реально, Яндекс просто говорит, эй, чувак, сиди дома, ты что, дурак? Ты куда поехал-то вообще? Мы хотим, чтобы дома сидеть, нам надо съездить. Да, чтобы сидеть дома, у нас дома. Да. Мы поедем сейчас в Икею покупать, скорее всего, покупать кухню для дома. И барную стойку, столешницу. А мы всем кухням, у нас будет как по-деревенски. Не по-деревенски, а по-супер-мега-хай-тековски. По-дизайнерски, если сказать. Дизайнер, надо говорить, по-дизайнерски. Поехали, что сидите-то, блин? Чуваки, мы идем в Леруа-Мерлен, мы только что были в Икею, и там столешница у них самая длинная, 2,46, а у нас-то... 2,95. Да, 3 метра нужна столешница практически. Вот, поэтому... Это рыжик. Маленький, что ли? Катан-батан. Катан-батан. Да, маленький? Да нет. Какой же маленький? Какой-то толстый, но какой-то маленький. Маленький толстяк. Короче, идем в Леруа-Мерлен, потому что здесь, по-моему, трехметровый, есть столешница, и посмотрим, что тут есть, чего, кого. А потом домой берем гитару, игрок-луб. Светильников Херова гора. Просто вообще. Не отражает смотреть. Да, аж просто глаза раздвигаются, слишком много света. Я не знаю, сколько тут киловатт. Он накручивает за работе денег. Но то, что нам надо, нету. А у этой кухни встроенный кукольный театр. Итак, детишки выступают. Орлень. Пусто. Короче, здесь в Леруа-Мерлене кальчик кальчиком. И мы думаем, что мы, наверное, из двух кусков, из двух столешниц, грубо говоря, по полтора метра соберем. Ну, практически. Даже, наверное, из метра и метра девяносто. Нет. А там покупаешь две столешницы. Но. А, ну да. Кстати. Ну, одна дарайка, наверное, будет. Так надо купить. Покороче. Надо купить две по два сорок шесть. Тогда идет на барную стоюку, а другая туда. Как вариант. Так, наверное, сделаем. Ну, сейчас или нет? Давай сейчас можем прийти, посмотреть просто. И выбрать столешницу. Я уже знаю. Если там. Примерно. Я хочу деревянные. Пойдемте в Икеи, ладно. Чуваки, мы купили кухню. Час. Купили кухню без дверок. Ждем доставку заказа. Вот тут. Мои в Икеевском лифте. Это наша кухня, чуваки. Это кухня, только без дверок. А дверки будут, наверное, похожи. Ну, не знаю, на каниклах может быть. Нам бы хотя бы каркас собрать. Вот. Мы в лифте Икеевском. Чего дверь не открывают? Он. Но он еще дней, потому что. Ничего, тут уж. Вот теперь мы настроились. Па-ба-па-да-пам. Вот как-то так, как-то так вот. Мы еле запихали. Спасибо пареньку, который стоял, ждал машину. И он, видимо, тоже там после нас что-то стал грузить. Едем домой выгружать. Сейчас половина девятого. Через полтора часа у нас саундчек начинается. Классно! Ну, как всегда. Это мы еще двери не купили. Были бы двери, мы вообще сейчас тут устали бы грузить все это дело. И так, на самом деле, столешницы очень тяжелые. Я не ожидал, что они такие тяжелые. Они как будто прям реально массив дерева какой-то. А там же, там же, что там, опилки прессованные. Клей, потому что много клея, да? Поэтому и тяжелый. Ну, вот ДСП тоже тяжелый. Ну, это и есть как-то. Ну, это и есть, да, да. А мне кто к нам не запрыгнет, а? Не знаю, мне сейчас-то холодно. Ну, я представляю, сейчас буду включать печку помощнее. Гавнянский ветер дует прям в камеру, сзади в спину, в жопу дует мне. А у меня там защита в виде гитары. Смотрите, ничего страшного бывает. Вот, парни уже там. Что-то я заикнулся как-то, реально, как заикал. Парни уже там. Это Тёма умеет так заикаться, он говорит, фломастер. Короче, немножечко доля дерьмеца и чуши сейчас прошла. А теперь конструктивный, так сказать, разговор по существу. Ваня подъехал на машине. Мы идем пешком, прошли СКК. Сейчас будем под фонарем. Я даже не знаю, видно. О, тебе видно. Ой, меня видно. Вот, Пашка уже тоже там. А Тёма, не знаю, должен был идти. Он, короче, не взял железо с базы, потому что на базе уже все железо забили. Он немножко опоздал. Вот, и погнал домой за своим железом. И всех знает, успеет ли он вообще к выступлению. Да мне кажется, он уже там, на самом деле. Он больше стращает. Я не успею, я ничего не успею. Чуваки, мы отыграли свой сет, отыграли, не знаю, он заболтал всякого. Короче, Алиска немножко снимала в Инстаграм. Это играют с Лиджем. С Лиджем обязательно слушать ВКонтакте. У меня на стенке есть. Все, мы погнали домой. Мы, ребят, идем домой. Вот, проходим мимо больницы. Я здесь лежала. А че ты здесь лежала? Мне операцию на ноге делали. А-а-а. У меня была костная опухоль. Ну, какая-то такая, да, типа. Это же под ногтем или у ногтя? Да, у меня, ну, короче, на фаланге, на последней. И, короче, у меня ноготь убирали на большом пальце. Ребят, я не знаю, нас вообще видно, там, надеюсь, видно. И, короче, опухоль срезали. Ладно, там какие-то гопы в машинах, поэтому чуть позже включимся. Пока я выключил камеру, и мы проходили гопов, Алиска сказала, что она два месяца после этой операции не ходила. Да. Офигеть, два месяца. Мышцы могут атрофироваться нафиг. Ну. Как ты потом встала? Ну, я прыгала на ноге, на одной на левой. Дрыгала? Дрыгала. Я дрыгала ногой. Короче, чуваки, в Омске потеплело, днем было минус два, прикиньте, минус два, помните? Было минус двадцать семь. Я не врал никому, серьезно, минус двадцать семь был. Вот, просто все были в шоке, как так вообще. Завтра на работу. Отыграли нормально, зал был, ну, как. Были люди, но было, конечно, очень мало людей. Да, понятно, почему. Корпоративы, блин. У меня у папы, например, сегодня корпоратив. Он бы тоже пришел на концерк. Да нет, ну, шутки, шутки. У меня мама была один раз. Да, у меня мама была на концерте. Мы играли на открытой площадке около кинотеатра Маяковского. Вот. Или Маяковского. Он называется имени Маяковского или Маяковский? А какая разница вообще? Идем домой пить чай. Мы дома, чуваки. Кошка поймали. Я поставил чай. Сейчас будем пить чай. От нас сильно пахнет курьем. Все провоняло. Ну, это нормально. Это даже, знаете, если честно, у меня уже ассоциируется с фокулом и вообще с любым концертом. А концерт это всегда клево. Ну, к лицу, только ее не надо. К лицу. Ну, у меня лапа не похоряется. Кошка, ты мне не к лицу. Вкусила? Да. Ладно, чуваки. Давайте сегодня прощаться. Всем отличное настроение. Подписывайтесь на канал. Слушайте хорошую музыку. Всем удачи. Всем отличных выходных. Увидимся с вами завтра. Она хочет прыгнуть за веревочкой от фотоаппарата. Я ее беру. Увидимся с вами завтра. ПОГЕДА! Субтитры сделал DimaTorzok